Ровно в полдень представители посольств России, Украины, Беларуси, бывшие узники Саласпилса и их близкие двинулись дружной колонной по аллее к мемориалу, чтобы возложить цветы и почтить память погибших в концлагере. У большинства из тех, кто пришел сегодня сюда, воспоминания о тех жутких днях вызывают нестерпимую боль и слезы наворачиваются на глаза. Говорить о тех днях соглашаются немногие. Владимиру Жук было 10 лет, а его брату Валентину 12. Саласпилс их привезли из Белоруссии. В 1943 году нас привезли всю семью, а вернее всю деревню. И нас, вы думаете, привезли немцы? Нас не немцы привезли. Нас привезли местные. Местные. Полицейские, шутсманы. Ну как? Какая разница? Это же есть. Я немца даже и не видел, я и не знал. Вивине было всего пять лет, но она очень хорошо помнит, как их семью везли в душном вагоне. Как высадили в лесу, как отобрали вещи и еду, а затем гнали к баракам. Как детей разделяли с родителями. А еще помнит, как в больнице на соседней кровати, где лежала ее сестра, она увидела свернутый матрасик. Что означало, сестра умерла. Мама. Ей сообщили какие-то знакомые, что сестричка очень больна. И когда она пришла ее навестить, ночью, по-видимому, она говорит, у нее не было глаз. У нее были только вмятины. По-видимому, эти уколы делали. И на глаза вытекли у нее. Майя Андреева здесь потеряла своего отца, а ее мать, пройдя салоспился, затем рудники во Франции, чудом осталась жива. Майя сегодня не может сдержать слезы. То, что выпало на долю ее родителей, однозначно свидетельствует о том, что как бы ни пытались историки назвать лагерь трудовым, им это не удастся. Бесполезные труды и издевательства для взрослых. Эксперименты над детьми. Методы салоспился. Вот этот круг, как с одного конца, вот шли вереница, вереница, им песок там насыпали, в другом конце высыпали. Шли по кругу так все. Кто падал, того добивали. Эти девушек увозили на потеху солдатам. Привозили в бесчувственном состоянии. Не знаю, я не умею говорить. Мне больно. Почтить память узников салоспился пришли сегодня и школьники. Но если многие из них о жутких событиях узнают лишь со страниц учебников, то девятиклассница Юля знает одних от прабабушки, которая также была узницей концлагеря. Она рассказывала, как люди умирали, как они, что каждый день здесь сжигались трупы, просто выкидывались в канавы. И без могил, без всего. Люди голодали, детей отбирали у матерей. И она рассказывала, что вот ее знакомой отобрали дочку. И ее растерзали овчарки. Дочку растерзали овчарки. Знакомая выжила, но она сошла с ума. Здесь я задумываюсь о том, какие жестокие могут быть люди. Жаль, что о том, какие жестокие могут быть люди, по-прежнему не задумывается руководство Латвии. Иначе бы у мемориала салоспился в международный день освобождения узников фашистских концлагерей, собиралось бы значительно больше людей. На его содержание выделялось бы значительно больше средств. И среди венков от Беларуси, Украины и России обязательно бы появился венок с латвийской символикой.